Сегодня эту актрису знают миллионы зрителей, поскольку она хоть и снимается нечасто, но всегда появляется в проектах, которые имеют шумный успех. И, действительно, популярность актрисе принесли такие фильмы и сериалы, как «Статский советник», «Городские шпионы», «Новогодний рейс» и «Чудотворец», но, что примечательно, впервые широкая публика узнала об Оксане Фандере задолго до того, как она стала актрисой. В 1988 году она приняла участие в конкурсе «Красоты. Московская красавица», который впервые проводился в СССР, и заняла второе место. Родилась Оксана в 1967 году в украинской «Жемчужине у моря» в городе Одессе. Яркая внешность, импульсивный характер и артистизм достались девочке не случайно, ведь в ней намешаны украинская, цыганская и еврейская кровь. А любовь к театру Оксане привил отец, советский актер театра и кино, так что неудивительно, что окончив школу, она решила пойти по его стопам. Девушка поступила в ГИТИС, и, окончив его в 1993 году, стала строить свою кинокарьеру. Во многом на ее творчество повлиял брак с юношей из знаменитой актерской семьи Филиппом Янковским, родителями которого были легендарный актер Олег Янковский и актриса Людмила Зорина. Познакомились молодые люди, когда учились в АВГ и КАЕ, только Оксана на актерском, а Филипп – на режиссерском факультете. Они случайно оказались на одной студенческой вечеринке, и, увидев друг друга, сразу же влюбились. Буквально через месяц Филипп сделал свои возлюбленные предложения, и хотя девушка очень переживала из-за того, как его родители воспримут невесту из провинции, все обошлось. Что Олег Иванович, что его супруга приняли Оксану доброжелательно, и в 1990 году была сыграна свадьба, а когда в конце этого же года она подарила им первого внука – Ивана, а через пять лет – внучку Елизавету, то новоиспеченные дедушка и бабушка были несказанно счастливы. Как принято в семье Янковских, мужчины выбирают себе спутницу один раз и на всю жизнь. Так прожил отец Филиппа, и так живет он сам, а их брак с Оксаной длится уже 28 лет. Понятно, что это не были годы только лишь безоблачного счастья. У них, как и в каждой семье, были и радостные, и грустные моменты, а желтая пресса не раз писала, что их брак находится на грани развода, тем не менее, супруги по-прежнему вместе. И, как часто говорит актриса в своих интервью, секрет своего семейного счастья она видит в том, что каждый из них любит, но при этом остается свободным, а главный девиз их семейной жизни заключается в том, чтобы человек, который с тобой рядом, был именно счастлив, а не задушен чувством долга и необходимостью во что бы то ни стало сохранить семью. И судя по тому, что супруги и сейчас остаются крепкой и гармоничной парой, то, наверное, все, о чем говорит Фандера, действительно работает. Как часто бывает в актерских семьях, дети этой пары решили продолжить семейную династию. Иван окончил актерско-режиссерский факультет Гетиса, и уже снялся в девяти проектах, а Елизавета пока учится в школе, студии МХАТ. Возвращаясь к творчеству Оксаны Фандеры, следует заметить, что яркие роли она сыграла именно в проектах своего мужа, в движении «Статский советник» и «Каменная башка», хотя, как говорит она сама, Филипп был самым строгим и требовательным режиссером из тех, с кем ей приходилось работать. А сам Филипп, не раз говорил, что для своих проектов выбирает актеров не по знакомству или родственным признакам, а исходя из их таланта и профессионализма. И что касается Оксаны, то он считает ее великолепной актрисой, поэтому неудивительно, что у них сложился великолепный творческий тандем. Ярким примером этому служит последняя общая работа пары, сериал «Чудотворец», в котором они вместе снимались, сыграв ключевых персонажей.